и снова здравствуйте зрители и подписчики моего канала вы на канале булат и к с вами как всегда я александр пушистая мордашка булатик спит у нас идет дождик поэтому видосики с булатиком пока снять не можем вчера мряка такая была как у нас говорят на украине моросил такой мелкий противный дождь доставить потап ну снимать нельзя потому что попадает на объектив ну в общем вы поняли сегодня снежок такой моросил и тоже такое что попало поэтому как бы пока ситуация такая но сегодня мы рассматриваем как обычно нашу рубрику про михаила владимира семёновича высоцкого воспоминания такого человека как михаил рощин удар высоцкого на песня песню все пробудет прибудет писал блог толпе все всегда кто-нибудь поет и дальше вот голову певца на блюде царю певица подает моя мать тоже уже теперь покойная простая русская женщина коренная москвичка простая как природа как вселенная русская столь широком понятие как шаляпин или мусоргский или суворов женщина в полном смысле этого слова женским типом и нравом походила на аллу константиновну тарасову перовская а училась на геокурсах центре час ехала трамваю и в 16 лет еще бегала по мясницкой босиком так вот моя мать еще когда жили мы все в однокомнатной и набивались молодой своей компании в эту комнату погудеть посидеть девчонками или сами это еще даже не называлось когда завалиться на хату просто мы все любили друг друга не могли расстаться дружили упоительной своей почти мальчишеской еще дружбой так вот моя мать тарас она как все мы ее называли сразу его выделила отметила хотя всеми были каждый после талантливые и острые показавшие свои первые зубы и уже получившая по этим зубам а он-то был моложе считай пацан ему еще надо было заявиться впрочем нет его приняли сразу на него при его всегдашний скрытой деликатности и тонкости был даже некоторые пиетет перед иными из нас кто уже держал банк вот так мать его вот так мать его выделила и приняла сразу услышала поняла он таким как она безмужным работящим волокшим на плечах детей войну настоявшимся с барахлом по рынкам не гулявшим с майорами за щелки и тушенку им и в подушку попал пореветь не было сил а вокруг тем более уже кипела пробульки вала чтобы кипеть потом ключом мачеха ложь требовала восторга требовала выглядеть шагать парадно со звонкой песни и барабаном как наученные не были комсомолом тридцатых годов и свой ею синей блузы мы не синеблузники мы профсоюзники мы все советская братва вот таким как она он падал ударял сразу самое сердце он попадал ударял сразу самое сердце мы свет выключали сидели в обнимку по углам уходили на кухню на лестницу вижу его с гитарой сидящим матери в ногах он поет она слушает бра на стенке горит лампа обернутая газетой мать по носом зашмыгает прослезится над жалостью жалостной песни кто захочет и просит повторить как как а он опять поет и 1 и 2 пожалуйста она ж хрипит она же грязная и глаз подбит и ноги разное всегда одета как уборщица а мне плевать не очень хочется трагедии его смерти окрасилась теперь окрасила теперь все по-иному личность переходит годами в образ легенда лепит этот образ уже не совсем таким каким была личность творчество художника девический его герой или тем более роли сыгранные в кино и театре соединяются напластываются выходит новый строгий трагический поздний высоцкий а ведь был он сам веселый и легкий был и весел толк веселым если 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 горе наше не пролазно это маяковский во весь голос а высоцкий был весел и легок московской особой легкостью повадкой манерой юмором все умел ничего не боялся идти прыгнуть догнать отшить сказануть врезать по словам хоть как и все равно были был веселым не злым и подлым и в драке и в песне и подлестничной и в чердачной любви можно все равно быть благородным и сволочью всем это видно все это знают все это знают а уж своем дворе своей компании и подавно наши же старшие учили нас мужеству не трусить никогда защищать слабого платить первым в крови стоять за друга жалеть детишек и баб но пуще всего беречь свою честь держать марку не подлечить не ради чего не все сами были с усами дети послевоенной москвы и дворов рынков очередей сугробов двух мест двухсменных школ бань пивных киношек парков набережных коммуналок метро ночных трамваев электричек и вокзалов слепые нищие мордастые инвалиды пели по вагонам уже не разрешенную просковью исаковского автора катюша а на груди его светилась медаль за город будапешт ничто не возникает из ничего была у нас и школа и комсомол неистовый патриотизм мой друг отчизня посвятил души прекрасные порывы радио газеты песни военное дело великие праздники на которые выходила вся москва утро красит нежным светом стены древнего кремля а мы бежали счастливые белый на выпускных воротничках но был двор и быт без отцовщина дрова чулане и капуста в катке вечно мокрые ноги и коленки в заплатках мы кончали школу а наши вчерашние одноклассники карманники щипачи и скакари друзья дворовые успевали вернуться с первой отсидки цикли по блатному сквозь зубы дарили шалавом чулки и пели лагерное тоже блатное тоже жалостное ты начальничек ключик чайничек отпусти до дому так одна тема цеплялась другую одна выходила из другой все было повязано войной все больше расходились ножницы как поется по радио и пишется и как есть на самом деле особенно слова линяли и блекли отчуждались от живого языка хлеб называли хлебобулочным изделием снег снежным покровом сегодня сегодняшним днем а потом и пуще того кривду правда черное белым еще немецкий а еще немецкий пленный вчерашний зверь с плаката в обед на стройке пеликола губной гармошки и вдруг жаль брала тоскует фриц когда все чистенькая аккуратненькая послушная когда не ничего нельзя надо ходить парами то хочется как тому сойру бежать гекку финну и быть к гек финн свободным грязным не умытым и голодным но свободным пока свободу и горин пока сердца для чести живы бедный пушкин счастливый пушкин он был как никто свободен и потому так так взывался всякой не свободу от всякой несвободы как бился за свою за волю свою интересно почему аристократа и француза пушкина певца младших армит и такого-то разочарован и какого-то разочарована они на числи мы самыми народными и национальными и великими и долго буду тем любезен я народу что чувства добрые я лирой пробуждал что мой жестокий век восславил я свободу милость падшим призывал вот и вся вот и все вся программа пункт 1 пункт 2 пункт 3 для любого поэта чтобы быть долголюб бездным народу из-за что как нельзя язык живой и уличный обрушилась на голову молодого автора руслана первые критики потому что когда все врет один язык не врет живой и народный язык и еще нельзя цыгане до разбойники цыган казак до разбойник каторжник вечно были героями крепостной руси ее песен и сказок они были свободны и хмель хоть и на час отдаст свободу кто не мечтал пистолет за кушак стать на лесной дороге и отомстить обидчиком вот олега пушкин шел дубровскому гришки от репьеву и наконец пугачеву он знал что за свободу надо идти на бунт на смерть другой платы свобода не берет сколько веревочки не веся а сольешься ты в петлю высоцкий а до него гуджава и другие певцы вернули песни народную истинную систему сюжет скажем девочка плачет а шарик летит сюжетная песня баллада целая история вернее история целой жизни точно такая же как в песне а мы просто сеяли сеяли а мы вернее а мы просто сеяли сеяли а мы просто вытопчем вытопчем не трудно сделать малый литературный розыск и увидеть что все известные русские народные песни то есть любимые народом и век с ним живущие несмотря ни на что эта песни сочиненная поэтами даже вечерний звон перевел иван козлов 1827 году а иван суриков написал рябину и степь до степь кругом но просто сюжета мало нужно чтобы он был такой единый единственный который западет душу и там навсегда останется если вложит перед песню свою судьбу и свое сердце тогда и выйдет настоящая песня а в русской песне всегда боль и грусть тревога и тоска мы много лет делали вид что наша новая советская жизнь напрочь избавляет человека если они от боли то грусти и тоски наверняка и песня поэтому сочинялась а преимущественно бодрая и радостная но они не дарили свободу они дарили они ударяли по барабанным перепонкам не будем сегодня говорить что у нас не было хороших песен наоборот были и замечательные чего стоит священная война которую так любил высотки но потребность песни душевной песни говорящей всю правду вместе с тем песни веселой или иронической было немного немного велика вот на какой спрос ответил высотки народную потребность песни пол полностью искренней и полностью правдивой но времени по герою по стилю по простоте по сложности по музыке по мотиву по слову интеллигенция поет блатные песни скажет потом евтушенко но это были уже не блатные а вроде бы блатные это уже была стилизация искусство поэзия и зов я московский озорной гуляка по всему тверскому околотку переулка как каждая собака знает мою легкую походку и часто сравнивают есенина и высотского особенно теперь после ранней смерти второго срок жизни увеличился и может быть концы поэтов отодвинулись на время но мне кажется все непохожие хоть этот пыл этот пил и тот пил и жена и судьба и известность слова слухи народная любовь официальная критика нет есенин представлялся в сравнении с высотским изысканным почти рафинированным поэтом сразу веришь в его цилиндр и перчатки и жизнь есенина была сравнительно мирная ругали но издавали били но не унижали не принимали но признавали спорили но открытую энциклопедиях писали кулацкий поэт написали но издавали но ругали но не замалчивали же не молчали не делали вид что никакого поэта вообще нет каждая собака знала наизусть все пели до всех окон звучало дети школьники студенты генералы министры и секретари райкомов те любили а ведь делали что нет его не печатали не строчки из издали две пластинки кто виноват неужели никто конкретно да такие вот размышления сочинение реализма и серьезность приходит к отчаянию сочинение реализма юмора сатири новой после культовское направление в литературе кино театре живописи музыки было борьбой реализма против псевдо романтического искажающего жизнь искусства сороковых пятидесятых больше невозможно было перекрашивать жизнь кричала я вот такая теперь переслушиваешь перечитываешь поражаешься он написал обо всем просто энциклопедия русской жизни работяги шоферы студенты врачи ученые спортсмены солдаты летчики старики и старухи дети зэки и психи начальники артисты егеря и капитаны все есть все здесь а время все конкретны все из сегодняшнего мира не перепутаешь про космос про холеру про телевидение про шахматы про ученых на картошке про тюмень про таможню про китай и тому подобное но не просто так через героя через все его лирическое или через таких еще от зощенко идущих вань и зин но тоже сегодняшний до жути реальных юморных кажется можно сказать высоцкий бьет помещанству добьет но только по-своему бьет ожалеет смеется а сам плачет также по-своему бьет ожалеет смеется а сам плачет потому что не так нет ребят все не так что не так как надо и пьянь не виновата что пьянь и даже дрянь не виновата что дрянь кому-то это надо помню как пронзил нас всех сыгранной руланом быковым скоморо рланом быковым сковорку скоморок и рублево помню что говорил усоцкий про этот образ и про этот фильм думаю что они оказались на его оказали на него немалое влияние хотя к моменту он уже был самим собою хотя к тому моменту он уже был самим собою подалась попадала совпадала шукшин снял живы жил такой парень я сочинял старый новый год потом ремонт помню как кабинета своего режиссера высоцкий упал на колено просил взять пьесу дать ему сыграть красную репку есть в ремонте такой персонаж здоровый малый хулиган голубятник и любитель розыгрыша веселый ветер продувал наше стрельбище все с ней остановились мишени хотя делалось их от чего-то не меньше а больше переживки культа все никак не изживались ходила шутка что личности нет а культ есть во всяком случае система обеспечения и его неприкосновенности оставалась жива однажды высоцкий позвал куда надо спросил что уже он так резко бывает поет об иных событиях нашей жизни он ответил смело а думаете все так просто проходит так легко дается и граданская тема и лирика в зале были и пробиты одним были пробиты одним сколько веры леса повалено колес веда на горе и трасс а на левой груди профиль сталина а на правой маринка ампас и звера измена изгон из доли пережитые народом или частью народа или пусть немногими хоть одним какое-то имеет значение для поэта его сердце болит и от малого все более переполняли его песни но сколь же плакать надо же жить и тогда являлась охота на волков им свободе и борьбе за нее наши ноги и челюсти быстрый почему же вожак дает ответ мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через запрет эта песня пришла как тогда так думали все и он сказал за всех все думали а он сказал поэты знаю песня рождается в них я видел как он мог написать подобрать на гитаре песню за два часа чужой грязной кухне у зимнего окна откуда дует ночью когда все повалились спать сядь послушай поэты знают и в конце концов не трудно нынче есть такие мастера все катают любые тексты в любом количестве о чем хочешь когда надо я не в осуждении я для сравнения у него тоже бывали тексты подтекстовки на это подтекст никогда не был мелок ну что в конце концов такой охота на волков охота и охота а он придумал этой охоте героя волчонка он придумал сюжет и судьбу он взял и под текст новое мироощущение на этом я буду заканчивать говорить вам до новых встреч все вам самого наилучшего чтобы женщины не сохли мужчины не гнулись а прожимаем барский лайк царскую